всем здорово мужики ну что дождались японская шина сделанная не в японии это не то нт 860 собственно рассказать по просьбам подписчиков и зрителей давно просили снять уже эту шину но не было возможности сейчас она появилась вот пожалуйста размер 185 70 1488 h индекс нагрузки индекс скорости h это до 210 километров в час 88 посмотрим на боковине как обычно сразу хочу показать что здесь есть отбойник и он достаточно большой для этого размера и все люди которые писали что отбойник начинается с 15 диаметра или там с 55 профиля ребята вы заблуждались вот размер 185 70 14 пожалуйста отбойник так давайте сразу замерим глубину протектора этой шины так глубина протектора не до индикатора износа 80 небольшим миллиметров 82 глубина протектора до индикатора износа 6 половины миллиметров достаточно много так собственно эта шина я сразу обратил внимание она весит достаточно много для своего размера но скорее всего это связано с наличием отбойника и тем что у нее боковина достаточно плотная весит она в размере 185 70 14 8 килограмм 600 грамм это достаточно большой вес сама по себе она увесистая протектор как вы можете видеть здесь асимметричный есть четыре водоотводные канавки обычно в этом размере их 3 здесь их 4 но это достаточно неплохо это нам служит хорошую службу чтобы предотвратить аквапланирование собственно то есть по трассе когда идет дождь это шины хорошо себя чувствует очень давайте посмотрим с вами на боковину кстати боковину этой шины достаточно плотно я сказал даже очень плотные и это у нее такая боковина что в таком размере сколько я видел шины щупал у этой шины самая плотная из них то есть я не видел шины чтобы в таком размере у нее было плотнее боковина чем здесь но у я те у кардианта достаточно похоже собственно можете такая же то есть но у кардианта и увядь это же всегда плотная боковина хорошие собственно здесь такая же она достаточно мягкая но это еще из-за того что размер профиля 70 он достаточно большой и боковина сама по себе будет мягкая в таком размере видим что шины это сделано в малайзии made in малайзия дальше посмотрим когда выпущена эта шина собственно бренд сам он произведен компании той специально для североамериканского рынка то есть в россии эти шины особо не знают еще но в америке они пользуются большим интересом хорошим спросом эта шина выпущена в восемнадцатом году 47 неделя есть индекс износостойкости 3 2 составляет он 380 я считать не буду скажу вам как посчитать 3.8 умножьте на 16000 это получится цифра тысяч в тысячах километрах сколько эта шина пройдет примерно по российским дорогам по дорогам снг или украины смотря откуда вы меня собственно смотрите так дальше нагрузка сколько это шина максимальную нагрузку держит она до пятьсот шестидесяти килограмм вот написано максимальная нагрузка собственно еще покажу вам inside или outside то что это шина тут прям большими буквами набита это очень хорошо что до монтажник увидит или если сами перебываетесь outside это внешняя сторона с этой стороны соответственно у нас написано inside тоже должно быть большими буквами до inside большими буквами это это внутренняя сторона отбойник конечно удивил на самом деле большой отбойник такой но собственный вес до при этом весу шины достаточно большой ну и собственно что можно сказать в интернете я практически не нашел про их плохих отзывов по этой шине собственного только в этом размере писали что по трассе она ведет себя валка плавает но это мужики соответственно из-за профиля 70 как я и говорил боковина мягкая и по трассе естественно она так сказать шорка это плавает немного но для этого размера это нормально эту шину рекомендую естественно для поездок по городу по трассе по асфальту по грязи она вообще никак не поет потому что очень маленькие разрезаны вот эти ламели они сразу забьются и собственно никуда вас не увезут здесь есть такие еще пробитые дырки не знаю для чего они нужны но собственно если по шине нету плохих отзывов значит они помогают вот серьезно вообще практически нету плохих отзывов единственное еще написали произносостойкость и шумность на крупнозернистом асфальте но это собственно к любым шина можно отнести практически все шины на крупнозернистом асфальте которые более-менее жесткие они гудят эта шина достаточно жесткая но боковина у нее средней жесткости то есть по крупно зернистому возможно будет шуметь в остальных случаях пределах нормы приемлемый шум от покрышек износостойкость это все зависит от манеры езды от вождения на шину здесь особо нечего надеяться шина ездит так как вы собственно рулите автомобиль то есть износостойкость у нее достаточно неплохая ну и резюмируя рекомендую всем этого производителя японского не особо знаменитого в россии но хорошо узнают в америке в соединенных штатах потихоньку он заходит на наш рынок и людям нравится собственно эта резина для асфальта для города для трассы прекрасный вариант за сравнительно небольшие деньги так что вот так мужики неплохая шина японская сделанная малайзии меня всем устроил и народ устраивает всем спасибо собственно кто посмотрел этот ролик подпишитесь на канал поставьте лайки если понравилось пишите свои комментарии комментариях можете писать вопросы я стараюсь на все ответить в описании как всегда будет опрос мой второй канал по рыбалке instagram и там несколько полезной информации если не сложно проголосуйте зайдите а так принципе все всем спасибо за просмотр всем удачи ни гвоздя ни жезла всем пока